Раньше я думала, что от меня ничего не зависит, но благодаря урокам самопознания я понял, что во мне большая сила есть. На уроках мы очень много говорим о любви и доброте. Это помогает нам быть внимательнее и доброжелательнее к другим. Для меня важно хорошо учиться, весело отдыхать и любить жизнь. Благодаря урокам самопознания я стала общительнее, стала увереннее в себе, стала замечать в себе очень много хороших качеств. Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на нашем уроке, на уроке самопознания. Сейчас я хочу начать с вами урок с того, чтобы вы подошли и завязали свои ленты и ответили на вопрос, что такое шанрак. Шанрак – это символ домашнего очага. Шанрак – это поколение. Шанрак – это традиции. Шанрак – это солнце. Шанрак – это тепло. Шанрак – это уют. Шанрак – это семья. Отлично, ребята, молодцы. Давайте мы с вами посмотрим, что у нас получилось. У нас получился шанрак. Ребята, вы знаете, что у шанрака есть своя космическая сила, что это символ мира, символ любви, символ благополучия не только нашей страны, но и всего мира. Ребята, Жанеля сказала, что шанрак – это семья. Милана, скажи, пожалуйста, ты согласна с ней? Да, согласна, потому что шанрак – это не просто семья, это единая родина, единство очага и семьи, а семья – это дом, близкие люди, тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь. Семья – какое счастье жить на свете, когда я в мире не один, когда душа теплом согрета, и за спиной стоит семья. Понять способны мы не сразу, на это нужно много лет. Семья дается лишь однажды, дороже, ближе, лучше, нет. Спасибо большое, Мерлан. Ребята, кто скажет, какая тема нашего с вами урока? Тема нашего урока – мир семьи. Правильно. Валерия, прочитай, пожалуйста, цитату нашего урока. Цитата нашего урока – мир семьи и мир в государстве. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь эту цитату? Государства – это те же семьи, которые, как соседи, живут рядом. И если они живут мирно, то на всей земле будет мир. Для поддержания этого требуется любовь, уважение, взаимопонимание всех членов семьи и общества. Если каждая семья будет дружная и благополучная, то весь мир и все народы будут жить дружно, они будут крепкими, и во всем мире будет свет. Спасибо большое за ответ. Ребята, скажите, как вы понимаете выражение «мир семьи»? Семья – это то, что мы делим на всех, всем понемножку. Взлеты и падения, грусть, печаль, радость и любовь. Семья останется с тобой навсегда. Пусть мчатся минуты, секунды, года, но в твоем родном доме всегда останется сердце. Только в семье все обиды прощаются, поэтому нужно беречь семью и ценить. Семья – самое дорогое, что есть в нашей жизни. В каждой семье родственники защищают, заботятся и любят друг друга. Поэтому нужно любить свою семью от всего сердца. В семье должны все друг друга любить и уважать. Без любви и понимания семьи не будет. Отлично! А хороший ответ! У меня как-то внук мой сказал такие слова. Бабушка, я знаю, что в жизни те знания, которые я получил, они мне пригодятся, потому что я буду успешным человеком. Во-вторых, у меня будет любящая семья. И мне, как бабушке, эти слова приятны, потому что он осознал свое место в жизни, понял, откуда идет источник любви. У него технический склад ума, но, по его словам, один из самых любимых предметов – это предмет по самопознанию. Мы сегодня с вами очень хорошо поговорили на тему нашей семьи. Я вижу, что у вас крепкие семьи, что в вашем доме царит любовь, понимание. Сейчас я хочу, чтобы мы закрепили наш урок нашим творческим заданием. Вы перед собой видите ватманы, у вас есть заготовки. Сейчас вы должны составить правила счастливой семьи, которыми мы заполним нашу с вами юрту. Я очень счастлива, что наши дети могут обучаться этому всему. А самое главное, что именно я могу им помочь в этом, рассказать об этом, и мы с ними можем обсудить это. Они очень открытыми становятся. Им нравится творческая деятельность, они раскрываются, они показывают свои таланты, они рассказывают о себе, о своей жизни, они могут рассказать о своей семье. Это очень правильный предмет, который сейчас нужен нашему поколению. Во-первых, это главное – любовь. Всем сердцем и душой всей, и разумом. Не просто, чтобы бурлила страстью кровь, а трепетно и каждый день по-разному. Второе – дети. Что за дом без них? В пустыне без колодца не напиться, а дети – это жизнь, родник. И продолжение рода – пусть струится. Потом забота. Лишь она, очаг семейный, сбережет от ветра. Старайся, чтобы улыбка и весна была всегда с тобою, а не где-то. Четвертое – терпение. Оно поможет пережить невзгоды, беды и отогреет солнышком тепло, что инеем заледенело белым. А пятое – ответственность в дом. В фундаменте семейном – веский камень. Они помогут защитить любовь. От ветра – уберечь душевный плавень. Шестое – уважение. Только с ним приобретешь успех, признание общее. Всегда считаясь мнением других. Научишь, чтобы с твоим считали собственным. И, наконец, седьмое – чистота. Везде – в дому, в душе твоей и помыслах. Вот так я представляю свой очаг, где я любим и счастлив полностью. При соблюдении этих правил семья будет крепкой и счастливой. Ребят, скажите, пожалуйста, какой мы с вами можем сделать вывод по нашему уроку? Мерлан, пожалуйста. Семья – это те люди, ближе которых нам уже никого не найти. Это люди, которые ни при каких обстоятельствах нас не разлюбят, всегда поймут и поддержат. Каждый человек должен оберегать свое семейное гнездышко, чтобы сохранить мир семьи. А для этого нужно уважать, ценить. И уступать друг к другу. Обдумывать свои слова, чтобы никого не обидеть. Любить. Иметь взаимопонимание друг к другу. Семья – это счастье. В любом возрасте человек хочет иметь крепкую и счастливую семью. Любить и быть любимым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова